Славянская радио Продолжаем разговор Хорошо Так, дальше Андрей Петряев из Ютуба Вопросы предлагаю больше не принимать Потому что остается мало времени Это нашим помощникам Андрей Петряев из Ютуба Славянская мудрость гласит Не стригите власы русы Откуда появляются лысины И как можно вернуть волосы Об этом частично мы уже с тобой поговорили Если что-то добавить, добавляй Если нет, идём дальше В принципе, всё мы говорили Но если бы я мог Я почему не хожу лечить, допустим, глаза Если он в очках человек Но я тоже слышен И что я вам могу посоветовать Нет у меня такого опыта Вот сейчас, когда работает мысль у нас Она нематериальна Мысль, эта информация Она устремлена к воплощению Того, чего мы задумали Придёт время очень скоро Когда мы будем выращивать зубы Выращивать волосы Выращивать свои органы Своими мыслями Это очень скоро придёт Всё вот это показывает То, что происходит сейчас Изменение с Землей, матушка Реплика из Ютуба Восток Алтай Так себя он назвал человек Сказитель очень интересно говорит Очень интересно и говорит Приглашайте его почаще Ты слышишь? Благодарствую Благодарствую Так что приглашаю тебя почаще Хорошо Дальше идём Лариса Медведева Реплика из Ютуба Когда кошка садится на больное место Она лечит или просто подпитывается? Она питается Но эту информацию она изымает Человеку становится легче и приятнее Мало того Вот эта мурлыка не её Эта монотонность вот такая Расслабляет человека И успокаивает И тем самым она в некоторой степени Боль снимает И в какой-то степени лечит Но первопричина не устранена Согласен Миколаевич из Тараховки Вопрос к ведущему Чакра на пупке И на солнечном сплетении И на сердце И на груди Это всё чакры? Да Дальше из Ютуба От Виталия Микерова Очень приятный человек Слушать приятно Благодарю Дальше Реплика из Ютуба От Василиса Васильева Так она себя называла Василиса Васильева Получается так Очень познавательно Чудесный светлый человек Благодарю Так прям подряд Такие к тебе Дифферамбы Игорь Николаевич Сказитель Скажи Ну Игорь Николаевич Спрашивает Сказитель Скажи Кто такие язычники В славянском понимании? Твоя версия какая? Готов Язычник От слова Языче народ Это устаревшее Вот то что Изначально нам Открывало глаза Почему-то всё Стало устаревшим То есть Людь устаревшие Они людь оставили Веста почему-то устаревшие Они веста оставили То есть разрушительно оставили Поэтому Ч Чужой никакой Пришли Чуждые пришлые Назвали нас чужими Никаким народом Но мы себя язычниками Не называли Язычники До христианизации были Что это было за категория? Которые не хотели Жить по родовому праву Они изгонялись Из рода И назывались язычниками То есть народ чужой никакой Вот кто был язычник По славянскому пониманию Это моё понимание Опять же Но ты недалеко ушёл От словарей Которые Дореволюционные словари Там как раз Такие версии часто встречаются Вот в современных словарях Только Уже То что связано С религиозными делами Там язычник употребляется А до этого язычник Как раз это Инородец Иной веры Иных взглядов То что не твоё Неродное Там примерно Такие расшифровки В 18 веке В словарях присутствовали Так что Надо не современные Словари почитать А более древние Идём дальше Геннадий Романенко Владимир Николаевич Благодарю тебя За прекрасную лекцию Иногда слушаю Ваши сказы На радио Гамайон Очень поучительно И идёт Внутренний отклик Всех благ Благодарствия Так дальше Лариса Матвеева Из Ютуба Иногда над головами Людей я вижу Искру Чаще всего Голубого Светящегося Как пламя От комфорки Иногда золотистого Реже красного И Что-то Что-то ещё Всего один раз Да Всего один раз Фиолетово Что это Аура Или что-то ещё Значит Вот синий Голубой цвет Это Обычные Такие мощные потоки Они Бесконечности Уходят К Творцу Вот Какое небо Нам видится Вот оно Такое Вот это Аура Это духовного Человека Вот обыкновенный Такой вот Столк Конечно Белый Белая аура Идеально Аура Меняется Моментально От наших чувств Свет Ауры Моментально Меняется От наших мыслей Моментально И если На каких-то Вибрациях Внутренних Находишься Таким светом Ты и светишься Ну это так Кратко Понятно Я уже думал Сейчас Уже приготовился Сейчас что-нибудь Скажешь Хорошо Кратко Ну кратко Так кратко Идём дальше Ладно Ирина Образцова Из Ютуба Здравы будьте Какой Светоносный Человек Первый раз Его вижу Прямо душа Поёт Дальше Виталий Из Эстонии Вот Реклама И навязывает Типа Купи Меня Ну об этом И говорили Так дальше Виталий Микеров Из Ютуба Владимир Николаевич Благодарю тебя За полезные знания Для народа Идём дальше Вопрос не по теме Людмила Рузова Из Ютуба Можно вас спросить Что Россию ждёт И останется ли Путин Ещё на один срок Или с введением Новых метрических Паспортов Нам совсем Конец придёт Два Вопросительных знака Русичей Совсем Изведут Невозможно Извести Напрасно Их мысли Надежды Ничего не произойдёт Потому что Мы по архетипу Творцы Вот это Надо осознавать Что Насколько Быстро Будет изменяться Природа Матушка За нас У тёмных сил И светлых сил Сейчас полная Паника Управление С космоса Ими остановлено Первый На связь Отключены Все агрегоры Паразитические Но то Что в нас И то Что в людях Это сохранилось Это работает Поэтому Включаясь Сейчас Осознание Очень важно Кто ты Не Не обязательно Арусы Вот для меня Самый русский По духу Человек был Сталин Я жил при нём Я помню эту жизнь И мне всё Что говорят о нём И у меня своя позиция Это был великий человек И самый русский человек По духу Как творца Поэтому Я не различаю Национальность Вот я не люблю Слово Национальность Там она Просматривается Нация Народ Вот для меня Народ Что такое народ Наш род И когда объединяется Подобная рода Вот получается Народ Наш род Сборная рода Пусть устремлённая К одной цели Соборный род Но превратили В негатив И назвали Сброд Я не рассматриваю Это как негативное Это показывает Наша жизнь После революции Что строил Сталин Мы были единым духом Эта война показала Это был соборный род Рода соборные Смогли победить В нашей победе Вот Может что-то я уже увлёкся Заговорил Может что-то я там упустил Вопросе Ну Вопрос ещё раз Повторю Останется ли Путин Ещё на один срок Как у тебя С предвидением С предвидением За один год Вряд ли что изменится Административная сторона Сейчас настолько мощная Мы живём Сейчас В таком болоте Который Что бы ты ни делай Ходишь на голосование Ты квакаешь по этому болоту В котором живёшь Что говорил Сталин Поэтому Неважно как голосуют Важно кто наверху считает Поэтому Быстро так систему Изменить Я против революции Я против революции Вооружённой Я через Развитие Через Понимание Те революции Все показаны Очень разрушительные И для духа И для тела И для всего пространства Поэтому На созидание Ничего нельзя Весь мир До основания Разрушим До конца Я это говорю о том Что в принципе Я не пророк Я не вижу Ни тонких сущностей Я поля не вижу Мне Не идёт Информация Которая в принципе Это иногда С вечера поставишь Что-то вопрос С четырёх утра Ну где-то там На час-полтора Открывается канал связи С вечером Ставьте вопрос И проснётесь И вам пойдёт информация Только Если вы Не запишите На диктофон Лучше всего На диктофон Сразу говорить А если встанешь Берёшь в ручку То уже Ты выйдешь Из-за потока А диктофон Рядом Включай И наговаривай Тогда ты Сохранишь Эту информацию А так Когда заснул То всё забудешь Понятно Понятно Поэтому Есть Никакие Предвидения Делать Меня это не устраивает Что у нас творится Ну хорошо Твой взгляд Что ждёт Россию Вот это Ты можешь сказать? Однозначно Однозначно Процветание России Язык будет один К одной культуре Придём На всём земном шаре Мы едины Вот это надо понимать Что мы едины Все народы Все люди едины И то что устраивает бойни Это маразм Это полнейший маразм Питания хватит на всех Не надо это Раскручить Эту систему И уничтожать Это питание ГМО и так далее Поэтому Поэтому Только Раскручить Я поддерживаю Всех Тех Предыдущих Пророков Только Возрождение Земли Я не согласен С пророками Они говорят Что из России Будет Исходить А я говорю О том Что от русского Архетипа От русского Понятно Я с тобой согласен По поводу революции Потому что Кто устраивает революцию Тот сливки потом и снимает Известно На чьи деньги Революция устраивается Так что Задумайтесь Чья кровушка Будет литься А кто будет На этой кровушке Делать себе Бабло очередное Так что Не революции Меняются А мышлением Становлением Лучше Вокруг себя Людей А чтобы вокруг тебя Лучше стали люди Ты должен сам стать лучше Своим примером Только можно другим Показать что-то Никак иначе Меня за это ругают Постоянно Ну что Вот такая у меня Точка зрения Андрей Петряев Начинайте с себя Свои мысли Вот Не позволяйте Чтобы Навязано Это мысли Она Агрегорами Навязывается Андрей Андрей Петряев Из ютуба По-видимому Почти всю информацию С сегодняшнего эфира Наши далекие предки Знали уже в детстве Однако Если предки Всегда были Солнцепоклонниками И в этом наша сила Когда и в чём Именно произошёл Тот слом В результате которого В целом Мы стали настолько Невежественными Можно Возможно Наши предки Не всё знали И не всё понимали Так предначертано И так предначертано Вот так вот И так предначертано То есть не всё Может быть Понимали Ну вопрос объёмный Говорить можно Об этом намного Я постараюсь Очень кратко Это сказать То что Я уже говорил Что мы Была ночь Сварога Сейчас очень кратко Объясняю Когда Пошло Даже Тот период Времена Христианизации Когда Начали уничтожаться Книги Вы знаете Это уже Исторические Личности Немцев С которыми Боролся Ломоносов То наши Бабушки и дедушки Эту нужную информацию Стали закладывать В наши сказки Но Закодировали Чтобы Их не уничтожили Пришло время Их раскодировать И брать оттуда Информацию Может быть Когда-то Поговорим о сказках В ключи для раскодировки Сказок Но опять же Насколько Я понимаю Что такую информацию Услышат и наши Недруги Но время Их прошло Я думаю Что в позитивном плане Они воспримут Раскодировки сказок Оттуда нужны Наши виды настоящие Вот Они сокрыли Есть Хранители Информации Вот Всех наших Вед Есть хранители Живые Но Если я скажу Что Я так чувствую Что им Тысячи больше Лет Этим людям И они Настолько Они кому Хотят Там не покажутся Они рядом Пройдут Мы их не увидим Они на другой Вибрации Они в другом Пространстве Вот Они-то Кому нужны Передают их Поэтому А если Преждевременно На несколько Ступенек Прыгнуть Я вот Лет восемь Назад Столкнулся С Азбукой Абрама Шубина Меня Завлекло На трудно Через Много ступенек Не перескочишь Вот сейчас Первая ступенька К изучению языка Это может быть И есть Основа пробуждения Потому что На все вопросы Можно найти ответ В нашем изначальном языке Поэтому Вот Буквица Которая Сейчас Она Популяризируется Много Людей Обучается По этой Буквице Это первый шаг К образному Нашему мышлению Вернуть Наш Изначальный Образный язык Вот Недруги Больше всего Нашего образного Мышления Боятся Потому что Достаточно Критическая масса Даже 7% На территории Руси Проснется И начнет Правильно Образованный мысль Всю нечисть Всего земного шара Будет снесена Понятно Понятно Не углубляемся Идем дальше Сергей Сорокин Из Ютуба Здравия всем Сказитель радует Интересно его мнение О форме нашей земли И солнечной системе В целом Благодарю Что скажешь Какая форма земли И какая солнечная система Что у нас Земля имеет Даже В том физическом плане Форму яйца И Никак не плоская Потому что Для меня Это Кто плоско мыслит Для того Земля плоская Кто объемно мыслит Для того Земля объемная Не буду ругать тех и других Все это люди Мы все в единстве И я не собираюсь Никого обзывать Потому что Ну вот так Человек мыслит Пусть так он воспринимает Можно найти Подвести Любую Этим Примеры И так далее Но для меня Она вот такая То что Солнышко У нас Круглое Тоже Есть довольно Такая информация И это Огромная глыба льда Подтверждение Тому Метеоризм Чего он состоит Лед и грязь Осветится Как Оно круглое Солнечная система В форме диска Как и галактика А вот вселенная Тоже яйцо Почему это произнес Если Информационно-силовая Структура Человека Яйцо То Как вот Направляющие Двойной крест Что в этом Двойном кресте Бог Дальше Совесть Дух Три крыла Теперь Душа Тело И Шестое крыло Дьявол Когда вот Одеть Эту структуру Вот яйцо В объем Это вот яйцо Так же вселенная Встроена Точно так же Двойной крест И вот на эти Направляющие Шесть направляющие Галактики Надеты Как диски А это Направляющие Информационно-силовые Потоки Бог тоже Информационно-силовый Поток И общая форма Вот яйца Хорошо Поэтому сказка О репке Нам и передана Это творение А что происходит При творении Что Для Если вот так Бог Что такое Вот Когда он Спокоит Замкнутое пространство Типа яйца Да И он Спокоен там Внутри Как это Пространство Проникает Информация Начинается Здесь возмущение И начинается Створение А возмущение Начинается Даже с того Что Ручкой По бумажке Проведешь Это возмущение Постоянно действует Поэтому говорят Что написано Пером Не вырубишь Топором А если мы Мыслим Адресно Мы все Изменяем Понятно Как умыслите То и получаете Идем дальше Виталий Микиров Из Ютуба Владимир Николаевич Хотел спросить Если позволите Куда мы Покуда мы Помним Наших предков То Как вы сказали Душа не может Переродиться Пока мы Ее Помним Так как нам Быть в такой Ситуации Забыть Или помнить В любом Случае Вот Если То что Происходит Сейчас Когда жили Наши бабушки Дедушки В каком мире Материализма Их души Сейчас Прикреплены Прямо При христианском Обряде Зашиты В землю Поэтому Когда по кладбищу Идешь Даже Которое Было Тысячу Лет Назад Уже Его Давно Нет А там Постоянно Из земли Идет Поток Нет Вот Этой Вот Сеток Левый Вот Левом Вращении Поток Душу Вырваться Хотят Потому Что При обряде Душ Туда Зашиты Фразы Земля Тебе Будет Пухом Даже Это Простой Вроде Б Фразы Душа Зашивается И Не может Оттуда Прийти Когда Мы О них Помним Они Нуждаются В нашей Силе Когда Мы Посылаем Любовь Не Страдание Страдание Мы Разрушим Сами Себя И Их Мы Эту силу Им Туда Подаем А тем Которые Прожили Безбожие Они Сейчас Нам Страдают Зачем Ещё Им Эту силу Подавать Да Вспоминайте С радостью Самые Лучшие Моменты Жизни Вспоминайте Будете Давать Им Силу И Она Им Сейчас Нужна Поэтому Вспоминать Только Надо По-хорошему Безо Всяких Спиртных Табакокурений И так Далее И Страданий Я Уже Убедился На своём Опыте Что Страдаем Мы Не по ним А по себе Ну вот Я его Не увижу Да Не услышу Да Как же Теперь Жить Будет Такая Категория Без них Особенно Сейчас Когда Многие В деревнях Живут На пенсии Стариков Молодёжь Даже Страшное Дело Конечно Если Уйдут Старики Как Они Жить Будут И Эта Фраза И так Она Ведёт С поколения В поколение А уничтожаем И тех Род Небесный Свой И себя Поэтому Вспоминать Нужно С радостью С любовью Тогда Ты будешь И себе Силу Давать И им И дать силу Чтоб они Выскочили Из притяжения Земли Пошли В следующее Развитие Я воспользуюсь Есть книга Генеалогия Виктор Рогожкин Вот он Об этих вещах Очень хорошо Пишет Найдите Эту книгу Почитайте Хорошо Миколаевич Стараховки Вопрос эфира Если Врагу Платить Любовью То есть Добром То есть Добром За зло Им причинённое То чем Тогда платить За добро Ненавистью Вот видите Опять Понимание Вот чтобы Друг друга Понять Надо определиться В понятиях Добро И любовь Вроде бы Они В одну сторону Направлены Но на зло Нельзя отвечать Добром Любовь Это сила Преобразующая Сила А добро Как правило Результат Действий Результат Действий И нельзя Ничего Поощрять Зло Добром Нельзя Я Я противник Хорошо Следующий вопрос Из ютуба От Оксаны Брейнер Вопрос Почему ведущий Тыкает Дедушки Ну Пусть Меня Это слово Но дед Для меня Оно не устраивает В том плане Что указывает На возраст Мы вот Теми Наработанными Стереотипами Мы сокращаем Свою Жизнь Во-первых Мужского Рода Это баба Дед Пусть Добро Божественное Дважды Воспринимать Это Определяет Твое Восприятие Но Если По возрасту С Алексеем Ну Действительно Я для него Буду дед Потому что Не факт Не факт У меня просто Голос Молодой Вот Голос У меня Какая внутренняя Сила То и Выходит наружу Такой свет Идет из глаз Такая же Вибрация Голоса Это Какая сила Внутри А у меня Кстати Больше друзей Молодых Чем В возрасте У меня Друзей Молодых Очень много От Двадцати Двух И Так До тридцати До сорока Очень много Друзей Мы У нас Нет с ними Различия Возраст Мы не ощущаем А кто Начинает Ощущать Ему Как-то Неуютно Становится Ну Как же Вроде Я тебя Уважаю У нас Разные Года Он Никак Не может Привыкнуть Он Пообщается Пообщается И уходит Из нашей Среды А кто Вживается В эту встречу У нас Души-то Молодые У всех А по возрасту Мы все Не старше Семи лет Потому что В течение Семи лет Полностью Обновление Происходит Всего И костей Тоже Поэтому Мы не старше Семи лет Все А дедушки Это опять же Стереотипы Вот это Название Они Возвращают Нас Опять же Ставят Навязанное Системой Всевозможных Стереотипов Но Использовали Такие названия Для того Чтобы не Использовать Имя Лишний раз Вот я Алексею Сказал Что Визитку Там дал Я назвал Себя Владимир Там Вторую И надо писать Палочку С точкой То есть Ведающий И лад И мир Вот такой Владимир Да От мысли Вскочил Начинаешь Когда Со стороны Подхватывать Я Отскочил От мысли Ну ты Рассказывал Что у тебя Молодых Больше Нежели Чем Твоего возраста И это Тебя Нисколько Смущает В принципе Это Одинаковые Костюмчик Износился Наш И Придавая Значение Вот этому Костюмчику Особое Значит Еще больше Добавлять Вот эту Информацию Старящую Уничтожающую Человека Я С молодым Называл Всех Кто Старше Даже Вот У меня Есть Зять Который Старше Намного Я Его Называю Коля Всегда Называл Колей Сейчас Называю Колей Был Молодым Называл Его Колей 15 Лет Его Называл Колей Я Не знаю На уровне Чувств Теперь Я понимаю Почему Я его Не зову Николай У нас Были Не было Николаев Вообще Были Миколы А Николай Николай Не двора В моем сердце Приятно Называть Коля Коль Основа Сержей И вот Это По 90 лет Коля А знаешь Ему приятно Я его Называю Ему приятно Вибрации Совершенно Другие Идут Если позволишь Поскольку Вопрос был Все-таки Ко мне То я Отвечу Оксана Дело в том Что В зависимости Какой Эфир Так Я Обращаюсь К сказителям Если Статус Сказителя Не позволяет К ним Обращаться На Вы Или Мы Друг друга Хорошо Не знаем Вернее На Ты То я К ним Обращаюсь На Вы И Это Предусмотрено Регламентом Это Предусмотрено Правилами Если Я чувствую Что Это Близкий Мне Человек И Я чувствую Этого Человека И Он Мне Или Как Отец Или Как Брат Или Как Сестра То В этом Случа Я К нему Обращаюсь На Ты Дело В том Что Обратите Внимание Какие Слова У нас На Вы Начинаются Выход Выбросить Высказать И так Далее То есть Это Что-то Исходящее Не Твое Чужое Выставить Понимаете То Что Не Наше А Когда Говоришь На Ты Ты Говоришь Всегда Человеку Который Тебе Понятен Изучен Поэтому В древности Когда говорили Вы То Это Был Первый Вопрос Вы Откуда Это еще Человек Тебе Неизвестен Он Пока Не твой Не близкий Не познанный И Спрашивали Вы Откуда Какого рода Будете С какой реки С какого города С какой местности И когда Человек Начинал Себе Рассказывать И Понимаешь Что Это Понимал Человек Что Это Близкий Тебе По Духу По Роду По Земству Может быть Даже Ростник Он Становился Своим И тогда Обращение Уже На Ты Он Становился Твоим Близким И тогда Общались На Ты А Вы Это Было Еще Обращение К тем Кто Не познан Или враг Чужеродный Какой-то Поэтому И было Такое Понятие Иду На Вы То есть На Вас Вы Мне чуждые Я с вами Буду Биться Вы Не из Моего Рода Вы Не Моей Крови Вы По Другому Мыслите Вы Хотите Зла Нам Я Иду На Вы А Вот С кем Я Иду А я Иду Не С Вы А я Иду С Ты С Таким Как Я Ты Такой же Как Я И мы Идем На Вы Чтобы Победить Тех Кто Не Наши Чтобы Прекратить Безобразие Чтобы Освободить Землю Защитить Рода Свои Вот Поэтому Я Применяю Ты В данном случае К Владимиру Николаевичу Потому Что Он Близкий Мне По Духу Человек Потому Что Он Говорит То Что Я Осознал И То Что Я Пережил И То Что Мне Близко Я С ним Буду На Ты Потому Что Для Меня Это Радость А С Теми Людьми Которым Статус Не Позволь Есть Академики Приходят Да И Тогда На Вы Я Обращаюсь Но Бывает Будет Он Неладен Ну Ладно Идем Дальше Представьте Себе Строят Ребята Дом Вы Пожалуйста Будьте Любезны Дайте Мне Вот Тот Молоточек И Бревно Бабах Пока Вы А так Ты Дай Молоток Все Понятно Бац Кинь Топор Что Молчишь Поймал Что Ну Да Идем Дальше Не по теме Из ютуба От Василиса Владимир Николаевич Сейчас Народ Снизу Возстанавливает Обновленный СССР Это Правильно Да Животрепещущая Тема Ничего Прежнего Восстановить Невозможно Это Первый Фактор Есть Некоторые Там Цели Вроде бы Перехватить Полномочия И Вернуть Все наши Богатства Нашу Страну Потому Что Все Страны Мира Нам Должны И Пользуясь СССР Есть Опасность Кто На Последнем Этапе Перехватит Эту Власть Не Упадем Лим Еще Ниже Я Доверяю Родовому Праву Державу Строить Не Государство Все Определяет По Значению Если СССР На Новых Пониманиях На Новых Понятиях То Есть Не Государство Державу Строить А Правильный Держи Держать Живу Кто Может Только Народ А Родовое Право Что Дает Она Изменяет Полностью Избирательную Систему Почему На протяжении Многих Где-то Порядка Пяти Тысяч Лет Родовое Устройство Было Вроде Было Уничтожено А Нет Родки Остались А Для Потому Что В Род Не Мог Влезть Иностранец И управлять Родом Поэтому Должна Быть Держива И Управляться По Родовому Праву Не Большинство Должно Голосовать А Хозяйственники Которые Держат Семь Неспроста В сказке Редки Родители Выкинули Вот Кто Должен Голосовать Кто Имеет Семью Семью Свою То есть Род Он Держит Может Стариков Надо Было Уже На том Этапе Слушать Но Голосовать Должны Хозяйственники Понятно Сейчас Ты касаешься Другой Темы Державности Уже Так что Мы Я думаю Этому Посвятим Как-то Еще Эфир И Копному Весевому Вечевому Круговому Праву И так далее Мысли Всегда Хорошие Результат Какой Получается На протяжении Почему Вот этот Паразитизм Мог Внедриться Принцип Использовался Благименное Мерение Дороговато Хорошо Сейчас Не будем Застрять Идем дальше Потому что Я говорю Эта тема Отдельная Мне кажется Не надо Так разбрасываться Или надо Более подробно Ее изучать Более подробно Ее на примерах Рассматривать Не просто Поболтать А именно Например Когда все Станет на свои места Дальше Я Гриша Реплика В эфир Возлюби Врагов Своих А как же Славянская Поговорка Платите Людям Той же Монеты Что и Вам Отплачено Но мы Об этом Поговорили Если что Это Добавить Можно Добавлять Это Вещество Деньги Это Вещество А здесь Сила Любовь Это Преобразующая Сила Все И все Ты Преобразовываешь Врага Своему Вот В чем Дело А Деньги Это Материализовано Опять же Результат Действий Я Кстати Хочу В очередной Раз Заострить Внимание Наших Слушателей Зрителей Что Возлюбие Это Не Обнимашки В темных Местах Не тисканье Там Где-нибудь Букров Действие Это Это Состояние Приятия Вот Враг Он Есть Ты Его Принимаешь Какой Он Есть И Исходя Из того Что Ты Принял Ты Понял Кто Он И Понял Как С Возлюби А не То Что Он Пришел И Ты Перед Нем Лапки Кверху Я Тебя Люблю Дай Поцелую Давай Мы С тобой По-европейски Познакомимся Проведем Гей-парад Не В этом Смысле А Возлюби То есть Прими Его Какой Он Есть И Сделай Выводы И Пойми Что Дальше С ним Делать Пришел Этот Негодяй Чтобы Разрушить Твою Землю Семью Тебя Уничтожить Ну По делам Ему Будет Меч Он же Принес Но Этим Мечом Пожбан И Дресни Вот Так что Возлюби Это Не то Что Собачки Под Забором Делают Можно Вставочку В интернете Я нашел Очень Хорошее Выражение Что Происходит Преобразующая Сила Любви Так Вот Понимание Вытекает Из Любви Когда Ты Действительно На Высоких Вибраций Тогда Ты Начнешь Понимать Без любви Ты Ничего Не Понимешь Так Вот Дальше Обязанность Без любви Делает Человека Раздражительным Ответственность Без любви Делает Человека Бесцеремонным Справедливость Без любви Жестоким Правда Без любви Критиканом Воспитание Без любви Двукликим Ум Без любви Хитрым Делает Приветливость Лицемерно Компетентность Без любви Неуступчив Власть Без любви Насильником По всему миру Это мы наблюдаем Богатство Без любви Делает Человека Жадным А вот Вера Без любви Делает Фанатиком И это Все Одна Великая Преобразующая Сила Любовь Вот Дарите Врагу Любовь Она Его Будет Трансформировать Да Серьезно Серьезно Ну что Идем дальше Так Реплика Как-то так Написал реплику В ютубе Атом Информация Энергия Это новые слова И в русском языке Их не было В древности Но мы про это уже говорили Дальше Александр Караваев Из ютуба Вопрос Сказителю Каково его отношение К энергии Ра С большой буквы Ра Раз уж он Упоминал Игоря Ткаченко Так Отношение К Ра Или к человеку К энергии К энергии Ра Раз уж ты Раз уж ты Поминал Игоря Ткаченко Что названо так Ра Это Изначальное Творящее Все и все Изначальный Свет Божественный Как к нему Можно относиться Только Как К Отцу Небесному Вот мое Отношение К Ра Понятно Хорошо Идем дальше Так Так Ну вот Давайте Виталий Микеров Вопрос Соль откладывается В тканях И почках А это плохо Так как Наш организм От соли Стареет И загрязняется Так Какая соль Полезная Ну если Уже Мы настолько Привыкли То только Каменная Поваренная Соль Для нас Разрушительная И вообще Много соли Тоже нам не нужно Если Переходишь На сыроедение То очень Много соли И вкус В чесноке В крапиве Очень много Соли Во всех В овощах И фруктах Соли Достаточно Для организма Поэтому Я не употребляю Соль Можно Использовать Вот Черную Соль Там Она Очень Тоже хорошая Можно ее пользоваться И нужно пользоваться Опять же Опять же В технологии В ютубе Смотрите В статьях Там все это Описано Где и как Чего сделать Хорошо Не будем застрять Внимание Поскольку Про соль Суть ясна Соль Соли Ясна Идем дальше Реплика В эфир Из ютуба Как-то так Надо свои Возвращать слова А не выдавать Новые чужеземные слова За свои Ну в общем-то Об этом тоже поговорили Идем дальше Василиса Васильева Вопрос в эфир Владимир Николаевич Предложи Алексею Называться Олегсием А у меня Внучка Юлиана Что в этом имени? Не Олегсием Ударение Правильно Олегсей Сей Олег Олегсей Олегсием Там все Двои Вот Поэтому Олегсием Я не хочу Звать Олегсея Пусть Просто камень С души Ты меня снял Спасибо тебе Добрый человек Благодарю Юлиана Буква В каю Появилась Тоже Не совсем Давно Если ее Написать В мирах Когда Вот не понимаю Какую-то букву Я ее пишу В трех мирах Правь Славь И нафь Так вот Из прави И в нафь Идет божественный поток Это вот палочка Это И буковка И Это тоже Нападает На форма Человека Звезда Упала Человек Родился На землю Вода Точка Упала И родился Человек Так Буковка И Это божественный Поток А вдруг Гордыня Возбуяла И Дух Пошел в сторону Вот эта палочка Горизонтальная Вышел из божественного потока Чтобы выжить Он должен создать Своё государство Буква О Поэтому Юродивый Для меня Почему Нет юмористов В истории Тоже потому Юродивый Это не святой И буковка Ю Вот Об этом Уже Если изначально Было имя Как переиначено Может быть Лиана Может быть Другая Что-то Во-первых Если наш язык Был Слоговый И слоги Были Открытые То есть Начиналось Согласное А заканчивалось Согласное Я даю Ключи для Раскодировки Пусть человек Думает сам Потому что Я не хочу Вот такой Подвешивать В том Че я сомневаюсь И раскрывать Это слово Даже со своей Позитой Не желаю Дам ключи Пусть Думает человек Юли Поэтому Всегда Не начиналось Согласное В нашем языке Не начиналось Согласное И не заканчивалось Слово На согласное Старые Русские Народные Песни Во Поле Береза Стояла Смотрите Даже предлог Там О стоит Во То есть Один Буква В Она не стояла Как предлогом Вот Ключи Для понимания Слов И Как оно Скажено Я не размышлял Над этим словом А вот так Сказать Поверхность Но я просто Не хочу Хорошо Раз не хочешь Слово Юлиана Это дающее А что дающее Хорошо Юлиана Да Лиана Пусть даже Любовь Буквка Л Но тогда Вот первое Спереди Буквка Мне не нравится Как ты развернул Это все Интересно Ну ладно Хорошо Идем дальше Виталий Микирович Совесть сознания Весь знание Это реплика Василиса Васильева Вопрос в эфир Как питается Владимир Николаевич Ну-ка Владимир Николаевич Расскажи нам Как ты питаешься Значит Знание Для меня Ограничение Зоной Зонание Как я питаюсь Я очень скромно питаюсь Утречком Кружку Лекарства Сейчас Недавно Я стал Когда стал Понимать Ну а так Обычно Кружку Две Теплой воды Не выше 40 градусов Дальше До температуры 80 градусов Водичкой У меня есть Чайник Который Какую хочу Температуру Такую выставлю Сенсор У меня такой же есть Здорово 80 градусов Водички грею И заливаю Овсяные хлопья В деревянной посуде Накрываю Но поскольку У меня Тарелочки Пока-то Деревянной Нет Глиняной Тарелкой Накрываю Полотенцем И ухожу Делать зарядку Предел 15 минут Делаю зарядку Прихожу У меня каша готова Вот я кашу Покушал В кашу Можно добавить Ягоды Если есть Вот Можно все что угодно Сюда кашу Добавить Но Обычно Что нужно делать При питании Все что ты Сейчас хочешь Покушать Положи в первую ложку Тогда ты Соприкосновение Пищи с небом И у тебя Включится Твоя химолаборатория Для усвоения Именно то продукт Если ты Через некоторое время Тут же Божешь Другой продукт Пользуйся Он у тебя Не будет усваиваться Поэтому Минимум Чего Добавляешь В эту кашку Не надо Много разнообразить Чтоб не раз Сегодня Одно Завтра Другое Завтра Третье В эту кашку Добавил Через минимум Час или полтора Я могу Пить чаем Раньше Не пью Не разжижаю Желудочный сок Вот Проблема Тоже Усваивается Труднее Потом Опять Сырую водичку Перед Обедом В обед Любые Виды Салатов Очень часто Почти каждый день Я добавляю Вот это Пыльцы Я могу даже Показать Если интересно Пыльцу крапивы Растительное масло Надо выбирать Нерафинированное И Оттуда Кому ты доверяешь Обязательно С растительным маслом Я вот эту кашку кушаю Не с молочным А с растительным Есть у меня брусника Я брусника часто добавляю Она хранится Элементарно Год Залил водой Ничего не делай С водой Брусникой Кашку Добавляешь На свеже Последнее время Еще добавляю Вот чего делаем Яблочный уксус Ложечку Пол стаканчика воды Туда Ложку Яблочного уксуса Небольшую ложечку меда Мед тоже нужно покупать У знающих людей Все это перемешаю И это Калий поступает Очень хорошо С пищей Вот вместе с кашкой Я понемножечку Это запиваю Пол стаканчика Тогда это очень хорошо Усваивается В обед Вот так Когда Соскучиваешься по хлебу То обязательно Бездрожжевой Есть такие Лепешки Можешь сам печь Лучше всего Сам сам печь Без дрожжей Без соли Такой пресной лепешки Если уж совсем соскучился Потому что Ну За столько лет привыкаешь И какой-то Соскучишься об этом Вот Вечером Ага Вот если Хочу Другой раз Тоже шоколады От Ладарии покупаю Вот По сладкому Это нужно Питание вроде бы Для мозгов И так далее Вот Чай могу попить Со сладким Перед едой Обязательно Сладкий чай После еды Ни в коем случае Не запить Потому что Особенно Кто мясоеды Мясо До трех суток Проходит через организм И когда ты кинешь Сладкое сверху А там тепло Там Толстая кишка 38 градусов Там начинается брожение И вот это брожение Настолько там Начинает раздувать Человек И В рот Проходит Отрыжка И здесь тоже Вот это Брожение Гнилость Вот это Появляется А это нравится Определенные категории Паразитов У нас много Паразитов Вот избавиться от паразитов Тогда здоровье Очень хорошо Поправляется Я стремлюсь к этому Убирать паразиты Вот Ну естественно После шести часов Не нужно кушать С утра Вот это Кашка Кашка Плотненькая В обед Салаты Небольшой размер Вот Вот так вот Вот такой вот размер Я могу съесть Салаты Все А вечером Лучше фрукты Если Начинаешь все-таки с воды Все-таки да Сначала воды Кружку Ты сказал Кружку лекарства Кружку Кружку лекарства Хорошо Понятно Еще вопросы есть Так что Давай До конца Наверное доведем Тут не так много осталось Хотя время уже перебрали Но ради такого случая Я готов на все Виталий Микеров В эфир Ал Выше Ал Это старый На английском языке Так Дальше Миколаевич Из страховки Реплика Вопрос в эфир Обеспечим связью Все войска Наш батальон Не подведем Мы никогда В связи Вот Как-то так Интересно Высказывание Не понял Честно говоря Что за батальон Какую связью Ну обеспечим В общем Обеспечим Константин Иванов Из ютуба Вас послушать Так в лес Бежать надо То не ешь Это не ешь Мой прадед ел Все Ему жена Варила Я живу в Москве Ну сейчас Сейчас закончу Ему жена Варила Прабабка Воевал Против нацизма А нынешние Веганы От кого И чего Защищают Рыбу Мои предки Ловили Тысячу лет И ели Но не сырую Ну-ка Отвечай Сыроед За рыбу Не проблема А обратили внимание Что на севере Стаганин Идет Если уж мясо Ешь Поешь сырым Вот это мясо А сваренное Там ничего нет Там мертвая пища Даже белка нет Клетка Из аминокислот Формирует белок Она не потребляет В готовом виде Белок А от мертвого Мяса ничего нет Если уж Хочешь мясо Поешь сырым Вот Это и была пища Но это всегда Когда Невзгоды Выживали Когда После Крупнейший Катаклизм Люди Выживали И вот Это Передается Там по генетике А Осознание Включать Нужно У кого Больше здоровья У Бука Или у нас Да Матрица Заинтересована В том Чтоб мы Кушали мертвую пищу Чтоб болели И долго не жили Чтоб мы К 60 годам Себя полностью Удержали Чтобы мы Накопительную пенсию Имели И без права Передачи По наследству А пенсионному возрасту Чтоб умирали Те же Которые Сыроеды Занимались Даже Позап Два века Назад Им нужно было Менять имя Чтоб их не убили Потому что Плохой пример Покажет Это живая пища Я до недавних Времен Занимался Ремонтом Последний Делал год назад Делай все Своими руками Все что Можно Для ремонта Нужно Электричество Общение Буду Перечислить Все Так вот До того Когда На мертвой пище Мне было Тяжело После еды На сон Тянуло Или Разойдусь А тут Покушал Я встал Пошел Работать Как вообще Не было То есть Силы Больше Огромная Сила Тратится На перерабатывание Мертвой пищи И На Эту Полезность Что там есть Съедает Прежде всего Витамины Сжирает Прежде всего Паразиты Которые Внутри нас Конечно Матрицы Не нужно Чтоб мы Не увидишь Посредством Массовой информации О полезности Наоборот Сращает Всяческие А о врачах Я уже говорил Они же Работу свою Потеряют И они будут Подборку Всегда делать Плохую А вы Докажите Что Если бы Он не перешел На сараи И этого Не случилось Вначале Докажите Это Ну тогда Я приму А пока Разумительных Ответов Нет Константин Иванов Ну в общем-то Бежать можно Куда угодно Хоть в лес Хоть в поле Главное Чтобы было Комфортно И уютно И главное Чтобы там Было пропитание Но Я вот Слушаю Все такие споры Я задаю себе вопрос А какие самые крупные Животные На суше Кто дольше На суше Живет хищники Падальщики Или те Которые Плодоядные Комфортно Вот что было, когда мы выживали даже, и убивали животных, и вскармливали для этого. Так мама у меня, когда при чем убить животных, она с ним разговаривает. Она его просит послужить в другом качестве. И убивали-то всегда, когда мороза наступали. Холод наступал, холодильников-то не было. А летом вообще не питались. Летом была жутко тяжёлая работа. А питались чем? Лучком быстренько вырос, который трубчатый, да? С хлебушком. Огульчик подошёл тоже хорошо. Молочком. Очень питались летом, когда интенсивный труд. А зимой пользовались этим разнообразить пищу. Так только зимой. А летом не питались. Ну вот я к этому говорю, что если я воспоминания своих предков смотрю, то, в общем-то, если кусочек мяса в большом котелке, где там семья 8-12 человек находился, то в этом случае это было счастье в этот день. На первое были щи, на второе была похлёбка. Как правило, это не в самых бедных семьях. Это в таких достаточных семьях, где люди занимали достаточно высокую должность. Почему? Да потому что это была норма жизни. Какие-то соленья были на столе, что-то ещё. Да, зимой добавляли вот эти вот колбасы, копчения какие-то. Да, это случалось. Сало, у кого там хрюшки были. Хотя сало не так давно, посмотрите, поварские книги появилось-то. И так далее, и тому подобное. В общем, когда вы начнёте всё разбирать, вы увидите, что не было того мясопроизводства, которое есть сейчас. Но не ели люди три раза в день мясо. И не ели даже три раза в неделю мясо. Просто изучите вопрос. Да, варили с мясом, да, жарили мясо. Но в каком количестве и когда? Вот это суть ответа будет. Вы поймёте, что да, приезжали, даже не так давно приезжали, например, в деревню к бабушке. Бабушка брала курочку, тюк её, приготовила суп. Живут месяц, мясо не едят. Нет мяса. На отъезд, ну, ещё курочку, тюк, ну, пожалуйста. А осенью приезжали, резали там кабанчик или кого-то ещё, или телка, если подрос там, если был. Ну, так это на всех делился. На всех. Вот представьте, какой объём, насколько он делился. Что там? Это вот по современным меркам, ну, то, что доставалось, это может быть там 10 раз в магазин сходить современному человеку, а может быть даже ещё меньше. Так что не меряйте современными мерками. Не было тех производств, тех убоев. Всё было несколько по-другому. Их животи не относились по-другому. Это были как ходячие консервы, когда просто нечего было есть. А кто по-южнее жил, там по-другому немножко всё было. Не надо мерить ничего одной меркой. Я благодарю тебя за дополнение. Я рассказываю то, что я сам видел, а не средства массовой информации слушаю, да книги. То, что я сам жил. Я вырос, можно сказать, в лесу. И счастлив этим. Я не набрался с самого раннего детства стереотипов ходячих. Я на выселках вырос. Родился я в 43-м году. В дошкольный период я был в лесу. В школу пришлось поехать в населённый пункт. Понятно. Но у меня мама постарше, поэтому есть что рассказать. Вот, тоже верно. Сорожилы системе не нужны, они же передадут знания. И что мне отец, если он с 1890 года, что он мне сказал, так у меня не собьётся в пути никакая книга. Вот-вот-вот. Подтвердил реальностью. И что я сам видел. Так что меня из меня не выпьешь ничем. Вот. Так что, а то, что там веганы, от кого и зачем? Ну так спросите веганов. Я лично не веган. Веган – это тот, кто вообще отказался от всего, что связано с животным началом. Вообще. Я не веган. Являюсь лесороедом, могу сказать. Нет. Вегетарианцем? Нет. Почему? Я здравомыслящий. Вот передо мной, если есть что-то полезное, вот это я буду есть. Если не полезное, так я есть не буду. Кто я? Веган, сыроед, вегетарианец? Да, Олег, я когда прихожу в гости, кому-то приезжаю, я не устанавливаю свой закон. Что, кому я приехал кушать, я кушаю то же самое. К своим родственникам я уже приучил. Всё, друзья мои, я кушаю то, что сам хочу, вот я покушаю. А если я приехал в незнакомое место, я не буду, как по-русски сказать, выпендриваться. Нет, здесь даже не выпендриваться. Вот я ездил, тут было очень интересное мероприятие в Воронеже, я туда ездил несколько дней, но и там я ничего мясного не ел. И там были люди, которые тоже ничего мясного не ели. Ну да, кое-что пришлось такое употребить, то, что я обычно или мало употребляю, или вообще не употребляю. Но это было не мясное, это не была рыба, почему? Потому что было что-то другое съесть, и я об этом позаботился, и, в общем-то, всё хорошо и замечательно прошло. Если есть голова на плечах, ты позаботишься о том, что тебе более полезно. Но если головы нет, то будешь есть, как там говорил Карлсон, попадёшь к вам в дом, научишься есть всякую гадость. Вот. Я не Карлсон, поэтому я за гадость не кнусь. Ну, ещё два вопроса. Давай. Ездил в санаторий. Значит, там вообще проблематично, да? Но я вроде бы стал на диету. Но всё равно там не моя пища. Я уже подошёл. Дайте мне два с аватиком, не хватит. Ну, всё, согласились. Мне ставят два с аватик. Не, ну ты просто не буйный, а я буйный. Вот мы были тогда в Красной Поляне на большом банном форуме международном таком, когда делали репортажи, там смотрели на мастеров международного уровня и так далее. Ну, про баню там всё интересно, да? Буйный. Вот туда ездить. Да, ну классно же, классно. Там, ну, показывали просто, ну, пара мастера там высшего уровня. Ну, на самом деле есть чему поучиться. Вот. Так там, значит, была экскурсия, а потом ждал нас ресторан. Ну, мы приехали, голодные все, и в ресторане подают. Ну, что в ресторане подают? Вот что привычное? Горшочко вкусно, да, но всё мясное. Вот вообще всё мясное. Я встал и говорю, люди, а кто не хочет мясного? И сразу там раз, и шесть рук из большой группы поднялось. Я говорю, граждане повара, посмотрите, народ в зале, мясного не хочет. Вы же у нас мастера, приготовьте нам что-нибудь не мясное. Через 15 минут у нас на столах было, и там еще, и мы тоже, и мы тоже хотим. Там человек 12 набрал. Представляете, там, те, которые мастера кухни, они всем приготовили в тех же самых горшочках, но не мясное. Получился плюс какой? Они не ударили в грязь лицом. Тех, кто хотел покушать мясное, им двойные порции, некоторому достались. А мы при этом насладились прекрасной кухней, высшего такого уровня. Но то, что нас устраивало. Ну, вот я просто немножко буйный. Уж извини меня. Ты такой тихий, а я буйноватый. Это не какое-то довольство. Великолепное место. Вот. Ну, не буду дальше рассказывать. Там очень много чего интересного было. Программа не тому посвящена. Итак, Василиса Васильев из Ютуба. Как найти место для своего проживания по климату? Где родился? Подобно хотя бы на этой широте. Хотя бы. Потому что биоритмы работают нормально там, где ты родился. Все остальное приспособление. Почему на Кавказе я встречался, на озере Лица и вверху живут там по сто с лишним лет и силой ими обладают мощной. Он даже вниз к родственникам в Гагра не спускался. За всю свою жизнь. Вот и построить там, где ты родился, там пригодился. Неспроста было пословица. Ты знаешь, это хорошо было тогда, когда у нас не было индустриализации. А вот когда это все началось, то бывало люди с севера или из-за призыва длинного рубля или из-за призыва совести или партноменклатуры ехали, например, очень глубоко в Заполярье. И там у них рождались дети. И получалось, они потом в Заполярье какой-то определенный срок отбыли, там год за два отбыли. И получилось, что... Да, и вернулись обратно. А детям как быть? Значит, они подключаются по родовой памяти. Я много раз убеждался, что чем обладали мои родители, то я получил на халяву. Родовая память у детей возникнет. Поэтому на родине своих щуров и пращуров будет детям лучше, чем на севере. Потому что в севере все же выжить трудно. Ну, по крайней мере, именно на родине своих родителей. Понял. Достойный ответ. Вестник Богов написал. Не удержусь, процитирую. Шутка юмора, конечно, сегодня во все дырочки выливается. Я верю, сало будет. Я знаю, сало есть. Несут его на блюде, и блюдов тех не счесть. Везут его на тачках, на скорых поездах. Без сала даже прачка заходится в слезах. Но для него лучшая конфета это шоколад завернутый в сало. Ну, в общем, да. Ну и давай последний вопрос. Алексей Бумагин из Ютуба. Буквица – это ерунда. Это иезуитский проект. Восклицательный знак. Что скажешь? Я сказал первый шаг. Я принимаю буквки до ОУК. Остальные подвергаю сомнению. Потому что многие, вот буковка Э непонятна мне, буковка Ф непонятна. И они поменены. Образ подключён. После ОУК я подвергаю очень много сомнений. О чём я, чтобы не быть голословным? Что такое ОФЛОТ? Тебе понятно, нет? Нет. А ОПЛОТ понятно? Так вот, буковки Ф не было изначально. ПЛОТ – это понятно, что он держит у меня на воде. А тогда ФЛОТ непонятно мне, что такое. И так очень многим буквам. Но, я сказал, инструмент к образному мышлению. Я её принимаю, Буквицу, как возврату нашего образного мышления. У нас 23 декабря 1917 года отняли азбуку и ставили нам алфавит. азбука по первому названию азбоги, да? Азбога правильно говорит. И Тирилл Мефонин нам буки ввёл вместо боги. Поэтому это алфавит, альфавита. Нас планировали весь наш союз перевести на латынь. И по окраинам многие народы перевели на латынь. Я не понимаю, чем движется, что Казахстан хочет перейти на латынь. Это мёртвый язык. Поэтому неспроста в медицине латынь. Да, я соглашусь. Я соглашусь, что Буквица такая. Но это инструмент. Дальше мы уже чутьём своим поймём, что не наши восстановлены. Я вот на радио Гамалюн уже раскрывал, что такое Перун на буквах или даже Русь на тех буквах, которые до Кириллицы было. Даже раньше, на полторы тысячи лет до Кирилла. Что такое Русь? Родовое движение совести. Сотворённое. Я с тобой согласен, что надо ко всему относиться не с точки зрения того, чей это проект, как кто-то услышал. Потому что у нас сейчас очень часто появляется много проектов. Среди них есть и правдивые по праве проекты, есть вброшенные реально. А вот как разобраться, ты уже говорил, надо проявлять здравомыслие и понимание. Вот чуечку такую свою открывать. Чуечку. Что такое чуечку? Да, и сейчас я закончу. Если вы включаете здравомыслие, то тогда у вас начинают свербить часто вопросы. Первое. Для державы эта польза есть от этого или нет? Для общества польза есть или нет? Для моего рода польза есть или нет? Для моей семьи польза есть или нет? Для меня лично польза есть или нет? Вот если на все эти вопросы вы получаете утвердительный ответ, да, польза есть, значит, это наше родное. Если на какой-то из этих вопросов где-то что-то под вопросом, то вы тогда должны более глубоко здесь копануть, чтобы разобраться. И вот если вы или от непонимания, или от отсутствия вестей, то есть правильного знания или чего-то ещё, не можете разобраться, то пока судить об этом рановато. Есть такие, скажем, глубинные знания, очень древние, а есть знания уже несколько адаптированные. Вот на мой взгляд, буквица — это прекраснейший инструмент, адаптированный в своё время, когда-то, к тем временам, когда люди ещё образно мыслили, и у них было представление о том, что есть образ, и каким образом, прошу прощения, этот образ можно применять в жизни. Естественно, что есть более, скажем так, со временным языком, сленгом крутые письмена, но если мы сейчас хотя бы не освоим буквицу и понимание, мы много что упустим, а перескакивать с одного адаптированного древнего представления на более древнее и глубинное, не пройдя какой-то этап, это, в общем-то, всё равно, что первоклассника сразу забрасывать в институт без пройденного второго, третьего, ну и так далее, школьного курса. Вот то же самое там может получиться. Это чревато некими серьёзными проблемами. Теперь, пожалуйста. Я хочу добавить. Значит, смотри, надо различать информацию относительно информации, потому что любая самая серьёзная ложь, когда имеется основа, без основы правды она не пройдёт. Основана на правде. Так вот, надо эту правду вытащить из любого проекта. Кто бы её вот и не создавал, этот проект. И чем больше правды, тем легче она внедряется. Беспроста есть пословица «Ложка и дёгтя – бочка мёда». Вот бочка мёда – это правда. А вот ложка и дёгтя – вот это есть неправда. Кривда – это тоже кривая веда. Ничего по прямолюбии не движется. Кривда не является антиподом правды. Поэтому различить. Но вот я всё время уже не раз говорю, чувствуйте сердцем своём. Если радует – это твоё. А не надо быть критиканом. Выискивайте своё. И пользуйтесь ей, и воспринимайте, и разносите уже то, что для тебя приятно. Но если тебя не просят, тоже не особо-то распространяйся. У нас сейчас уже нормально. Два года назад, когда я разговаривал о говорном такой, агрессивно воспринимали, с агрессией защищали своё воззрение на мир. Сейчас уже почти таких нет. Вот изменения за два года. Сейчас все воспринимают нормально. Хорошо. Значит, все вопросы мы с тобой, реплики, озвучили. Друзья мои, вот здесь я просто улёгся чтивом на канале YouTube. Не обижайтесь. Мы не можем предоставить бесконечно долгое время, потому что надо тоже когда-то искать, когда-то спать, когда-то отдыхать, когда-то чем-то заниматься. И поэтому не можем мы шесть часов сидеть и разговаривать, какие-то есть дела. Я думаю, что сейчас мы хотя перестали принимать вопросы из YouTube, из чата «Народославского радио», это не говорит о том, что мы не хотим вопросы принимать вообще. Будет новый эфир на новую тему с Владимиром Николаевичем, и мы вопросы будем принимать опять положенное время, чтобы успеть примерно за три часа на них ответить. Вот смотрите, мы перебрали почти час. Сейчас уже три часа, 53 минуты, как эфир идёт. Я рад тому несказанно, что у нас получился очень интересный эфир, и надеюсь на продолжение. Вы свои реплики можете по поводу эфира написать, это чтобы понять обратную связь, как вам вообще эфир понравился или нет. А пока будете писать, я попрошу Владимира Николаевича по уже сложившейся традиции пожелать нашим радиослушателям и зрителям нашего канала на YouTube что-либо от себя доброго, вечного, красивого, чтобы душа развернулась. И вот кому спать, те с добрыми мыслями отошли ко сну, а те, кому просыпаться, те уже с бодреньким настроением пошли делать дела праведные. Пожалуйста. Значит, я хочу подвести итог таким образом. Вот пришло время, что сейчас нам всем надо вне зависимости от нации жить по правде, что бы ни случилось, жить по правде. Что такое, я раскрыла вам. Второй фактор, что просто только выжить сейчас в нашем пространстве, надо всегда находиться на позитиве. Только позитивные слова тоже не наши, но пусть хорошие, качественная информация, качественные чувства твои. Это нужно убирать. А в этом ключе советую посмотреть вам фильм «Три идиота». Там очень поучительно. Весь фильм построен на то, чтобы, что бы ни случилось, всё хорошо. Этим самым ты будешь изменять пространство и мир. И оно будет отвечать тебе. Мир тоже таким же. Люди будут вокруг меняться. Всё будет меняться вокруг. Поэтому здравия вам всем. Вещих снов непременно. Сгуляйте в вещий лес и получите оттуда вам нужную информацию. Может быть, очень важно для вас узнать своё предназначение. Поэтому вот это я вам желаю. И, конечно, всем любви, здравия всем вам и вашему роду, всему вашему роду и будущему поколению. Благодарю тебе. Благодарю. Очень добрые слова. Маленькая такая ещё ремарочка. Часто применяем слова «позитив» и «негатив». Я задумался, а какие же такие русские слова? «Позитив» — это же правдивое отражение. Это правда. А «негатив» — это перевёрнутый, искажённый. Когда чёрное, белое становится. Ну и так далее. Вот есть искажённое, то, что вроде бы кажется, да и вот не так, да, вот, как сказать, извращённое. А есть правда. Вот давайте по правде жить. Давайте просто по праве, чтобы у нас всё было хорошо и замечательно. И тогда жизнь наша будет такая же, как и мы сами. Правдивые мы, значит, и жизнь правдивая. Как я в одном, опять же, Сиров сказал, у нас был преподаватель, который говорил так. Хорошим — хорошие оценки, отличным — отличные оценки. Вот будьте хорошими, будет у вас жизнь хорошая. Будете отличными, и жизнь у вас будет отличная. Напоминаю, что сегодня у нас 31 мая 2017 года. Кстати, знаменательнейшая дата в Ленинграде. Я просто хочу напомнить, что в Ленинграде в 1942 году как раз этот день прошёл футбольный матч, который показал несломленность духа блокадников. Это вообще удивительный момент такой. Надо об этом помнить, насколько русские люди всё-таки духом несломлены всегда были, и как мы могли собраться и противостоять. Помня об этом, мы должны понимать, что ничто нас не сломит, если мы не будем этому поддаваться, если мы будем понимать, кто мы, откуда мы, для чего мы, и что есть наши корни, что есть наши предки, которые сделали всё возможное, чтобы мы здесь жили, понимали этот мир. И самое главное, надо не забывать, что мы когда-то станем такими же предками для тех, кто ещё, может быть, даже на свет не появился. И большой вопрос, что скажут о нас. Вот если вы об этом будете помнить, всё у нас будет хорошо. Итак, 31 мая 2017 года. Среда по одному из современных календарей. Десятый день месяца ветров 7525 лета. Третьяник по одному из старинных календарей. Мы говорили про жизненную силу, силу сущего, основу её жива с Владимиром Николаевичем Артамодовым. За что тебе низкий поклон, Владимир Николаевич. Будем делать дальше программы. Я также низко кланюсь до земли нашим уважаемым радиослушателям и зрителям. Без вас бы не было такой интереснейшей передачи. Итак, всем добра. До новых встреч. Услышимся и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все нужно, все важно.